Сегодняшний эфир я хочу посвятить политической грамотности, отчасти юридической. И, наверное, мы с вами, чтобы у нас было побольше времени для обсуждения, и после этого, если будут какие-то вопросы, наверное, мы с вами сразу начнем тогда с этой главной темы. Итак, как вы знаете, недавно стартовала политическая партия «Голос Чечений». И после нашего запуска появилось много экспертов в этих вопросах, которые всячески анализируют то, как мы это сделали, насколько это правильно и так далее. И на днях появилось два целых таких экспертных заключения, в кавычке я это возьму, от некой прокуратуры Чеченской Республики Ичкерия и от некого Министерства юстиции Чеченской Республики Ичкерия. Для начала я хочу, чтобы мы с вами эту тему разобрали с двух сторон. То есть сначала я рассмотрю этот вопрос с точки зрения легитимности этих органов или отдельно взятых людей. Это люди из группы Закаева. Это если можно назвать организацией, то что они из себя представляют, то это люди из его организации. И вот мы для начала с вами рассмотрим это с точки зрения легитимности, а затем мы уже поговорим о абсолютной политической и юридической безграмотности этих представителей, тех самых людей, кто выдают себя за прокуроров, за министров. И рассмотрим все то, что они написали с точки зрения законодательства Чеченской Республики Ичкерия. И для начала, чтобы мы с вами начали этот разговор, рассмотрение по существу, нам с вами нужно понять, что такое вообще легитимность. Легитимность, вот как мы с вами поймем, если к нам в дверь постучит кто-то в форме полицейского и скажет, что он полицейский. Как нам с вами понять, является ли он действительно полицейским, либо это самозванец? Это и есть вопрос легитимности. То есть, если он действительно полицейский, то он легитимный представитель исполнительной власти государства. Если же он не является на самом деле полицейским, то он не является легитимным представителем исполнительной власти. Но как же нам с вами понять, легитимен он или нет? Вот он стоит перед дверью. Как мы с вами это поймем? Конечно, есть для нас какие-то косвенные доказательства. Если он в униформе, у него есть номер. Если мы с вами выглянули через окно, увидели там автомобиль, специально оборудованный опознавательными знаками, и затем, если он предъявил нам с вами удостоверение, то мы с вами уже можем косвенно предполагать, что да, наверное, действительно он таковым является. Но это еще ничего не доказывает. Если у нас есть какие-то сомнения, что какие-то злоумышленники надели, допустим, убили, скажем, полицейских, надели их униформу, взяли их патрульные автомобили, приехали к нам с их удостоверениями, нам представляются полицейскими, то в этом случае проверка, то есть окончательный результат, окончательная проверка того, являются ли они легитимными, это будет проверка того, есть ли приказ о взятии их на работу, то есть зачислении их на службу, понимаете. Вот если эта власть, которая нами с вами избрана, и эта власть этих людей действительно взяла, наняла на работу, зачислила их на службу, если есть вот этот вот документ, постановление, приказ и так далее, то это будет окончательным вердиктом в пользу того, что они являются легитимными. Теперь давайте немножко перенесемся в нашу реальность. Вот представим себе, что к нашей двери подошел не полицейский, а подошел некий человек, Хампаш, скажем, его зовут, и он говорит, я генеральный прокурор Чеченской Республики Ичкерия. Как нам с вами понять, является ли он действительно легитимным генеральным прокурором Чеченской Республики Ичкерия? Чтобы это понять, нам с вами нужно сначала узнать, а как вообще назначается, откуда появляется генеральный прокурор в нашем государстве? Ответ на этот вопрос дает Конституция Чеченской Республики Ичкерия, А конкретно ее 64-я статья, абзац или пункт 4, который гласит, что парламент Чеченской Республики назначает генерального прокурора и его заместителей. Все, мы с вами легкой манипуляцией узнали, кто назначает, то есть как появляется генеральный прокурор в республике. Его не назначает ни президент, ни кабинет министров, ни премьер-министр, никто. Его назначает парламент Чеченской Республики Ичкерия. Значит, если к нам придет человек, постучится к нам в дверь и скажет, я генеральный прокурор Чеченской Республики Ичкерия, меня зовут Хампаш, то мы ему скажем, а есть ли постановление парламента Чеченской Республики Ичкерия о назначении тебя, Хампаш, генеральным прокурором? И вот если он, допустим, нам покажет, и мы сможем это проверить на официальном сайте, на каком-нибудь ресурсе парламента Чеченской Республики Ичкерия, мы увидим постановление о назначении этого прокурора, тогда мы с вами признаем его легитимным представителем власти. Вот это вот единственная схема, как можно доказать легитимность. То же самое относится к министрам, любым государственным действиям, то есть кабинет министров, это все утверждается парламентом. Та самая 64-я статья, Верховный суд, все это утверждается парламентом. Поэтому первый вопрос мы с вами ему задали, и он должен нам показать постановление о назначении. В данном случае есть некий товарищ Багашев. Он заявляет, что является генеральным прокурором Чеченской Республики Ичкерия. Мы задаем вопрос товарищу Багашеву, а есть ли постановление о назначении тебя генеральным прокурором нашего государства? Если есть, мы бы хотели это постановление увидеть, его изучить, проверить. И после того, как подтвердится назначение, после этого мы будем как-то, наверное, реагировать на то заключение, что ты сделал. Я, конечно же, предварительно это все проверил, и товарищ Багашев парламентом Чеченской Республики Ичкерия никаким генеральным прокурором не назначался. Значит, легитимность Багашева равна легитимности того самого Хампаша, которого я только что гипотетически предположил. То есть, любой человек, который сейчас постучит ко мне в дверь, будь это Хампаш, будь это Насруддин, кто бы он ни был, и он представится мне прокурором Чеченской Республики Ичкерия, его легитимность равна легитимности вот этого вот товарища Багашева, так как его не назначал парламент Чарии. Единственный генеральный прокурор, последний, точнее, генеральный прокурор, которого реально назначал парламент Чеченской Республики Ичкерия, был Айсам Унаев, да помилует его Всевышний Аллах, он погиб в Украине в 2014 году. Это был легитимный прокурор Чеченской Республики Ичкерия. Багашев не является ни его преемником, ну, никем, это просто самозванец, человек, который сам на себя, вот как любой там человек, который представился бы нам полицейским, на самом деле им не является. То же самое сделал и товарищ Багашев. То же самое относится и к Дени Баудинову, который воображает из себя министра юстиции. Он представляется министром юстиции. Мы не знаем, как эти люди выглядят. Это просто статьи, опубликованные на сайте Чечен Пресс, сайт, который контролируется Закаевым. Там публикуются эти статьи, и они подписываются вот этими именами Багашев, Баудинов. Мы не знаем, кто эти люди, но если это реальные люди, даже если они есть, то это самозванцы. Это люди, которые не являются представителями легитимной власти, как и сам Закаев. Закаев называет себя председателем кабинета министров, называет себя верховным главнокомандующим, теперь уже исполняющим обязанностям, он немножко приставочку сделал, исполняющим обязанностям верховного главнокомандующего вооруженными силами Чеченской Республики Ичкерия. Он называет себя руководителем какого-то комитета ГКД, государственного комитета деоккупации. Возможно, по поводу государственного комитета деоккупации, это какая-то, может быть, общественная организация, которую он создал на территории, может быть, в какой-то стране европейской он зарегистрировал, хотя мы не нашли, мы не знаем, является ли эта организация действительно где-то зарегистрированной. Но так как эта организация не имеет отношения к органам государственной власти, то, в принципе, это его проблемы. Но руководитель кабинета министров, то есть председатель кабинета министров, премьер-министр, это должность, утверждаемая парламентом Чеченской Республики Ичкерия. Соответственно, когда Закаев делает такое заявление, что он является председателем кабинета министров, он должен показать постановление о его назначении. На самом деле, такое постановление имеется, оно датировано 2007 годом, 24 ноября. Вот это постановление, вы видите его. Действительно, парламент Чеченской Республики Ичкерия тогда назначил господина Закаева председателем кабинета министров. Но дело в том, что после того, как Закаев начал проводить переговоры с представителями марионеточной власти в Чечне, с Дуквахой Абдурахмановым, после этого его деятельность была подвергнута сомнениям, были очень серьезные опасения у наших депутатов, что этот человек, возможно, готовит какую-то очень серьезную подлость. И после этого, через два года он был снят. То есть, вот оно, постановление 2009 года, 23 августа, о снятии с занимаемой должности председателя кабинета министров Ахмеда Закаева. То есть, он был действительно легитимным председателем кабинета министров на протяжении чуть меньше двух лет. Парламент его назначил, парламент его снял. После снятия с должности Закаев, видимо, не смирился с этим, решил, что он может и без постановления заниматься какой-то государственной деятельностью. Но его легитимность с этого момента закончилась. То есть, теперь, что бы он ни говорил, какие бы должности он сам себе не давал, они не будут легитимными. Это будет, опять-таки, равно тому же Хампашу, который придет и заявит, что он генеральный прокурор, что он президент, что он премьер и так далее. Это вот ровно то же самое. Поэтому это была та часть, которая касалась легитимности. То есть, мы должны с вами, что мы из этого усвоили? Что легитимность, она должна быть подтверждена. Недостаточно заявить о своей легитимности, недостаточно создать какие-то там организации, собрать вокруг себя людей, недостаточно того, чтобы эти люди называли тебя королем, падишахом, императором. От этого ты не приобретешь легитимности. Легитимность – это следование законодательным актам. И если в соответствии с этими законодательными актами, принятыми нами, если мы проверим, утверждаем, что да, действительно, он по соответствии с этими законодательными актами легитимен, тогда, разумеется, его легитимность подтверждается. Теперь же, поскольку в этих статьях были утверждения о, во-первых, незаконности таких постановлений парламента в отношении регистрации нашей партии, и, соответственно, сама наша деятельность бралась в кавычки, поэтому сейчас я покажу легитимность нашей партии. Вот постановление парламента Чеченской республики Ичкерия о регистрации политической партии «Новчичу и на нас» «Голос Чечении» от 29 октября 2022 года за номером 73. Это, вот если я к вам приду, к вашей двери, постучусь и скажу, я председатель партии «Голос Чечении», вы, может быть, меня не узнаете в лицо, и вы можете спросить, а как нам проверить, являешься ли ты действительно легитимным председателем этой партии, и вообще является ли такая партия действительно легитимной, зарегистрирована ли она где-нибудь. И вот тогда я вам покажу вот это постановление парламента Чеченской республики Ичкерия. Вы можете задаться вопросом, а что дает легитимность парламенту? Парламенту легитимность дают выборы, проведенные в 97 году под наблюдением международного сообщества, признанные международным сообществом, поэтому здесь есть четкая связь, четкая связь с легитимностью. Я вот эту вот свою легитимность вам очень легко обосную. Не легитимность как власти, я не являюсь представителем власти, но то, что наша партия, председателем которой я являюсь, она действительно зарегистрирована в соответствии с нашими законами, вот это я вам обосновать смогу. Также я смогу обосновать, что я являюсь председателем, я вам покажу заседание нашего, съезда нашей партии, где я был избран председателем этой партии. То есть мне несложно будет это все обосновать. А вот этим людям, представляющим себя какими-то государственными деятелями, чиновниками, они не смогут этого сделать. И примером того, что они не смогут это сделать, был ответ самого Ахмеда Закаева на вопрос о легитимности, когда он сказал, я родом из Росмартана, из такого-то тейпа, из многодетной семьи, поэтому я легитимен. Это вот пример того, когда у человека нет обоснования своей легитимности. Теперь давайте пройдемся по безграмотности этих людей, утверждающих, что они являются какими-то государственными деятелями, чиновниками. Пройдемся, наверное, по посту, по статье этого самого генерального прокурора Багашева. Я беру это в кавычки, слово «генеральный прокурор». Генеральная прокуратура Чараи, которая является в настоящее время единственным органом государственной власти по контролю за исполнением законодательства Чараи, рассмотрев постановление парламента, от такого-то числа за таким-то номером, в очередной раз за последнюю неделю констатирует о грубом нарушении требований Конституции Чараи. Здесь я хочу обратить ваше внимание на первые слова, первый абзац, что генеральная прокуратура, которая является в настоящее время единственным органом государственной власти по контролю за исполнением законодательства Чараи. Что не так в этом утверждении, что прокуратура является сегодня единственным, или даже вообще, в принципе, органом по контролю за законодательством Чараи. В этом утверждении не так, то, что статья 110 Конституции Чарской Республики Ичкерия действительно наделяет генерального прокурора полномочиями осуществлять надзор за повсеместным, точным, единообразным исполнением и применением действующих на территории Чарской Республики законов и ратифицированных международно-правовых актов всеми государственными органами, общественными объединениями, их должностными лицами и гражданами. Пока все идет очень правильно. Вроде бы Багашев ничего неправильного не сказал. Но вот дальше начинается и его безграмотность. В Конституции далее сказано «кроме высших органов законодательной и исполнительной власти и судов Чеченской Республики». То есть, что это значит? Если бы даже Багашев был бы действительно легитимным генеральным прокурором Чеченской Республики Ичкерия, а не фантомным, как сейчас, даже в этом случае он бы не имел права осуществлять надзор за исполнением законов высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти. То есть, парламент, надзор за парламентом, за исполнением законов парламентом не входит в полномочия генерального прокурора Чеченской Республики Ичкерия. Он, даже будучи настоящим, действительным, легитимным прокурором, он бы не мог этого сделать. Это пример полной безграмотности человека, который представляет себя, мнит себя генеральным прокурором нашего государства. Далее. В предоставленном документе указана ссылка на полномочия парламента Чараи, которые предусмотрены статьей 62 Конституции Чараи, о том, что парламент правомочен принять к своему рассмотрению и решить любой вопрос. Не оспаривая данное право, Генеральная прокуратура Чараи, исходя из смысла и диспозиции данного правового установления, считает и приходит к заключению, что это право относится к государственному и политическому устройству страны, а также по вопросам о защите суверенитета и территориальной целостности. Что здесь делает гражданин Багашев? Он берет действительно действующую статью Конституции, в данном случае статью 62, он с ней полностью соглашается, и далее он ее трактует. То есть, посмотрите, еще обращаю внимание на эти его слова, исходя из смысла и диспозиции данного правового установления, считает и приходит к заключению, он говорит, то есть прокуратура, что это право относится к государственному и политическому устройству. То есть, мы, он говорит, не оспариваем, что парламент может принять любой вопрос на рассмотрение в соответствии с Конституцией, но, он говорит, исходя из смысла, то есть, он теперь уже берет этот смысл и начинает его толковать, что это относится к вопросам о защите суверенитета и территориальной целостности. Что он здесь сделал неправильного? Неправильно он сделал следующее. На основании какого закона, нужно в первую очередь спросить у генерального прокурора, он ведь осуществляет надзор, то есть, его, наше государство, наделило полномочиями осуществлять надзор над органами, над гражданами и так далее, кроме высшей законодательной, исполнительной и судебной власти. Но кто ему дал право толковать законы? Он не может толковать, то есть, вытаскивать смысл из каких-то законов на свое усмотрение, он не может. Как раз таки, парламент Чараи дает толкование законов Чеченской Республики. Это право и обязанность парламента Чеченской Республики как законодательного органа. То есть, тот орган, который издает закон, этот же орган и трактует этот закон. Он же дает как раз таки прокурору смысл этого закона. Если прокурор что-то не понимает, то он должен обращаться в парламент и спрашивать толкование этого закона. Он не может объяснять парламенту смысл того или иного закона. Это нонсенс. Это полная безграмотность человека, юридическая, государственная, политическая безграмотность человека, желающего быть генеральным прокурором. Далее. Данная государственная структура, это он сейчас говорит уже про парламент. Давайте забежим немножко назад. Как видно из данного документа, подписанного руководителем законодательного органа, он берет в кавычки руководителя законодательного органа. То есть, по мнению товарища Багашева, наш парламент, он и не является у нас законодательным органом. По указанным выше полномочиям парламента ЧАРАИ не может быть отнесено к вопросам регистрации компаний общественных и политических организаций, которые находятся в компетенции исполнительных органов, а именно Министерства юстиции ЧАРАИ. Данная государственная структура реально действует и согласно закону о Министерстве юстиции ЧАРАИ имеет право регистрации общественных и политических организаций, как и всех юридических структур, которые обратились с этим вопросом в правовое ведомство. Здесь он говорит, что парламент не имеет права регистрировать партии. Этим должно заниматься Министерство юстиции, в чём мы, конечно же, с ним не спорим, действительно. Если бы всё было бы нормально, то этим бы занималось Министерство юстиции. Но здесь он утверждает, что это Министерство юстиции у нас, это действующий орган власти, то есть у нас есть оно. Министерство юстиции у нас есть, по утверждению товарища Багашева. А мы с вами в начале, когда говорили о легитимности, что мы с вами сказали, что как нам проверить? Он говорит, есть. А мы говорим, окей, покажите нам. Они показывают какого-то товарища Баудинова. Дайте нам, легитимен ли товарищ Баудинов? Нет, он не легитимен. Почему он не легитимен? Потому что парламент Чараи не утвердил этого, ни этого товарища, ни само это Министерство. Наоборот, в 2009 году весь кабинет министра во главе с Закаевым был распущен парламентом Чеченской республики Ячкерия. Все они были распущены. Нет, сегодня нет никаких министерств. Полноту, всю полноту исполнительной власти взял на себя парламент в соответствии с той самой статьей, дающей право парламенту решать любые вопросы. И сегодня нет никакого кабинета министров, нет никаких отдельных министров. Поэтому, согласно общей статье 64, пунктов 3 и 6 Конституции Чараи, парламент Чараи утверждает состав кабинета министров, вносит в него изменения. Парламент Чараи дает согласие на назначение президентом министров, послов и других высших должностных лиц государства, предусмотренных законом. Где парламент дал согласие или назначил министра юстиции, утвердил само это Министерство. Есть такой документ. Если есть, покажите. Мы вынуждены будем его принять. Далее. Генеральная прокуратура Чараи в связи с активизацией деятельности, в кавычке они взяли слово деятельности, отдельных лиц из бывшего законодательного органа страны ставит вопрос перед государственным органом власти, коим является по правоприемству Государственный комитет деоккупации Чараи. Как они к этому пришли? Как они сделали какой-то комитет, кем-то созданный? Непонятно вообще, есть ли у него какая-то регистрация хоть в какой-нибудь стране этого мира, где-нибудь зарегистрирована ли эта организация? Как они дали ей вот эту правоприемственность? Этот вопрос, на него ответить невозможно. Это просто фантазии этих людей, они как-то это сделали. О рассмотрении деятельности и наличии соответствующих полномочий у бывших членов парламента Чараи в изгнании. Исходя из мировой практики и требований нормативных актов международного права, Генеральная прокуратура Чараи приходит к заключению, что полномочия депутатов законодательных органов власти всех уровней должны быть ограничены тем сроком их деятельности, на которые они получили доверие от своих избирателей. Вот здесь он, конечно, предложил свинью собственному начальнику Закаеву, но я бы начал бы немного с другого. Это заявление, оно гораздо более на самом деле опасное, потому что лишив, ограничив полномочия парламента только тем сроком, на который они получили доверие от граждан, то есть они были избраны на 5 лет. Но из-за того, что в эти 5 лет на нас напала Россия, страна-агрессор, наша земля находится в оккупации, наша страна и мы находимся в военном положении, соответственно, мы не имеем возможности провести новые выборы. Поэтому все те мандаты, которые были даны народам, они сохраняются до того момента, пока не будет у нас снова такой возможности провести выборы. И вот гражданин Багашев говорит, что надо, говорит, ограничить эти полномочия вот тем самым сроком, 5 лет. То есть в 2002 году их полномочия иссякли. Но в этом случае ему придется тогда сказать, что с 2002 года Масхадов не являлся больше президентом, так как его полномочия тоже истекали в 2002 году, полномочия, данные ему народом. Он тоже был избран этим же самым народом, который избрал и парламент. Причем это все происходило в одно и то же время. И если парламентские, депутатские мандаты нужно ограничить 2002 годом, тогда придется ограничить и мандаты президента. А соответственно, все остальные назначения вице-президентов, затем вступление их в должности президентов, это все тоже нелегитимно. Они тоже не имеют значит таких полномочий по утверждению гражданина Багашева. Это очень опасные слова, опасные заявления, ставящие под сомнение вообще все то, что происходило с 2002 года на территории и за пределами нашего государства. Ну и второе, в чем свинья, подложенная Закаеву, это то, что в 2007 году этот самый орган, который по мнению генерального прокурора, в кавычках гражданина Багашева, который не был уже легитимен с 2002 года, именно этот орган назначает Закаева руководителем, председателем кабинета министров. Получается, Закаев обратился к нелегитимному органу, к депутатам, которые уже не имели мандата, обратился к ним и на основании их постановления стал председателем кабинета министров. Затем этот же парламент и снимает его с этой должности. То есть, те действия 2007 года Закаева, получается, они нелегитимны. И нелегитимными их делает как раз-таки заявление вот этого Багашева. С нашей же точки зрения мы не ставим под сомнение легитимность Закаева на период 2007 по 2009 год. Там, где он действительно имел постановление от парламента, мандат от парламента на занятие этой должности, мы не ставим это под сомнение, потому что здесь есть четкое обоснование этой легитимности. Но в 2009 году это заканчивается. А с точки зрения Багашева, исходя из этого текста, Закаев не был и тогда тоже легитимным. Поэтому это, наверное, вам придется между собой разобраться, если эти товарищи, эти господа реально являются живыми людьми, реальными людьми Багашев, Дениев, то вам нужно между собой собраться и этот казус как-то решить. Парламент, он все-таки имеет мандат от людей или нет, если не имеет, то это очень серьезная проблема для вас. Ну, это мы, наверное, подробно поговорили про вопрос легитимности, а также политической и юридической грамотности. Я буду стараться почаще проводить такие эфиры, разъясняющие такие моменты, так как одним из пунктов программы нашей политической партии является политическое просвещение граждан ЧНР Ичкерия. Поэтому это непосредственно те обязанности, которые мы на себя взяли, и я буду пытаться эту работу проводить по воле Всевышнего Аллаха. Теперь, если есть вопросы по этой теме, а также и по другим темам, то я, иншаллах, с удовольствием на них отвечу. Субтитры создавал DimaTorzok